Что важно спросить у продавца недвижимости перед покупкой? Зачастую покупатели квартир стесняются, не знают и даже боятся задавать вопросы продавцу. Вместе с тем, это очень важная часть при покупке недвижимости. Здравствуйте, вы на канале приоритета с сервистом Евгением Корсакином. Переходим к теме. Почему важно задавать вопросы продавцу недвижимости? Покупка квартиры или дома для большинства людей это серьезная сделка на сумму нескольких миллионов рублей. Мало кто из обычных людей часто покупает и продает недвижимость. Для многих такие сделки являются редкостью. Именно поэтому перед покупкой очень важно задать продавцу правильные вопросы. Все вопросы продавцу недвижимости можно условно разбить на три группы. Задаем следующий вопрос о недвижимости. Какая площадь недвижимости? В каком году и из каких материалов построен дом? Какая проводка, медная или алюминиевая? Как давно ее меняли? Алюминиевая менее долговечная и склонна к нагреванию при перегрузках. Была ли замена труб и соединений, подвода воды и отопления? Попросите осмотреться на наличие визуальных проблем. Что за плитка на полу? Какой класс стойкости ламината? Что готовы оставить после продажи? Кто производитель кухонной мебели? Действует ли на нее еще гарантия? Кто живет по соседству? Были ли протечки воды, в том числе и от соседей? Если да, можно ли посмотреть сегодняшнее состояние коммуникации соседей? Какая ситуация с парковкой в ночное время? Есть ли платные парковки и как далеко? Какое расстояние до ближайшей остановки, магазина, аптеки? Рассчитывайте, что один километр – это примерно 15 минут прогулочным шагом. Вторая группа вопросов – это вопросы про документы. Важно понимать, есть ли риски оспаривания про собственности и, если есть, как их устранить? Также следует помнить, что эти риски являются серьезным основанием для торга. Разберем, какие вопросы нужно задавать, чтобы остаться добросовестным приобретателем при покупке вторички? Какое основание возникновения собственности? Существуют ли какие-то ограничения на сделку? Находится ли квартира в залоге у банка? Если недвижимость в наследстве, то все ли наследники участвовали в наследовании? Если недвижимость приватизирована, кто был приватизирован в квартире на момент приватизации? Сколько собственников у недвижимости и есть ли среди них несовершеннолетняя? Использовался ли материнский капитал при покупке недвижимости? Есть ли перепланировка и узаконена ли она? Если нет, возможно ли ее узаконить? Есть ли в квартире или доме арендаторы и за какое время их нужно уведомить об освобождении недвижимости? Переходим к вопросам о потребности продавца. Это очень важная группа вопросов, ведь если у продавца нет потребности продать недвижимость, то первые две группы вопросов теряют всякий смысл. Спросите у продавца следующее. Почему вы решили продать эту квартиру? Есть ли согласие всех собственников на продажу квартиры в случае долей? Как быстро вы сможете освободить квартиру? Вы уже подобрали себе квартиру, в которой хотите переехать или нет? Вы уже получили разрешение опеки, если оно понадобится? В каком банке планируете проводить сделку? У вас уже готова финансовая и юридическая схема сделки? У вас есть другая недвижимость, куда вы сможете встать на регистрационный учет после продажи этой недвижимости? Как быстро вы сможете встать на регистрационный учет? Лучше всего будет для сторон сделки привлечь профессионалов, юристов или риэлторов. Если видео было полезным, поддержите лайком, подписывайтесь на канал, поделитесь своим мнением в комментариях, пересылайте своим знакомым. Берегите себя и свою недвижимость. Я с вами прощаюсь, до новых встреч!